всем привет мы сегодня приехали в музей исламской цивилизации в шарджи сейчас посмотрим что здесь такой на самом деле очень большой кстати вход сюда стоят 10 дирхам а что здесь я сейчас буду показывать кстати давай музей такой довольно таки познавательный здесь есть вот например модель очень старых весов называется все баланс мудрости и он был разработан примерно в пятисотом году до 1115 год на бухатим аль музафир ибн исмаил из фазари вот вот так модель модель астрономической сферы балансирующие часы индикатор минут показывает минут каждый испанский испанско-арабский свечные часы свеча горела и там читает но видимо из-за это как во время определяла не как-то определялась и номер 2 это известная статуя слона выбран батута моя такая же стоит elephant clock это часы мимо основного зала тут есть ряд галерей которые находятся вот по бокам зала в них тоже можно заходить и тут уже тематические галереи пример это галерея которые рассказывают сейчас пока то что мы видим это книга какие книги были издавались в разное время то есть вот обложки книг показаны здесь вещи мечетях именно галерея которая повествует фотографии мечети с разных стран выставлены саудовской аравии это методами когда он кого посреди не слышит миз мадина это метка капа посреди не стоит это одна из святынь мусульман это самая главная святынь это карба в центре натуре здесь страницы из корана да это вот интересно смотри какие красивые до обложки коран корана коробки шкатулка не выхраняется с той стороны видишь сама на какому как у нас дела почему вот видишь почему текст никогда не испортится что текст написан близко к потому что огромные поля не потряпывается по краям текст останется читаем он останется в очень долгое время можно уничтожить полностью всю книгу нельзя уничтожить в числе какую-то букву уничтожишь случайно она не пропадет тут он вообще очень мелкий мелкий текст огромные огромные поля и все книги такие все-все такие смотрят все видишь ну да заметки на полях да заметки делали на полях а так вон текст основной лес взял вот тоже видишь заметки в этом заметке там указано куда они к чему относятся заметки там стрелочки полосочки показывают к чему это заметки а вот здесь очень маленький коран вот здесь стоит увеличительность стекла чтобы можно было посмотреть его в увеличенном виде на самом деле он очень-очень маленький вон таким там написано да тут рядом номерки стоят очень маленькие там написано под стеклом смотрели как его писали написали под стеклом под увеличить и молку чем-то мелкий-мелкий а здесь выставлена экспозиция можно посмотреть как ходили например с мекки в мину есть путь мека мека подсвечена и дальше идет путь пролегал через горы видишь напрямую шли не пользовались по слову цельный городе пойдет на него обойдет несколько не через гору там там обходят видишь там да ну может там так удобно ну прямо вот эти нас пришли пересми на ту арафах смены туда в арафах нажимай сейчас смены куда-то будет идти вот туда аж идти им далеко смотри очень далеко это ходили паломники да это путь паломников да что они ходили только они вот так вот шли с мекки они шли сюда потом шли туда там третье они шли с арафах здесь именно рассказывается как проходит хатч вот при кота подготовка к хатч и дальше путь указан тоже то что как раз показывает на схеме это путь хатч идет получается здесь показана модель черного камня который расположенный в святой кабе и также рассказывается почему камень стал черным самом деле он был белый когда упал сырая но потом грехи сделали его черный а здесь показана модель каабы помимо вот самого исламской культурой помимо исламской науки то есть корана здесь еще выставлены различные научные изобретения вот одно из них дистиллилирующие оборудования самогомний аппарат это дистиллилирующие драгоценных камней. Вот это конкретно самогонный аппарат, в крупном масштабе. Тут какие-то колбочки, смотри. Вон, смотри, колбы, 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 для охлаждения. Это вот, мы видели эти штуки. Астрономические, разные приборы для измерения. Вот, прибор для измерения синуса. Ну? Да. Инструмент с двумя ногами. Инструмент с двумя ногами. Ну это номер один, но никак не номер четыре. Номер четыре инструмент с проводами. Номер два. А, это высота планет, мы уже видели его. Номер один инструмент с двумя ногами. Вон он там. Музей, кстати, позволяет понять лучше астрономию и вот такие вот древние приспособления, как астролябия, астрономическая сфера, квадрант. Здесь прям можно потренироваться, стать на секундочку ученым древним. Медленно вращающаяся земля, вот этот. Там что-то, смотри, там падает грузик, в колбу. Плотный грузик такой, ну, а в колбу воздух. Воздух медленно выходит, в этот момент земля крутится, крутится, крутится медленно. Но падает, а если вы выходите, приговорите. Вот измерение движения планеты, видишь? Приборы. Ну, все, много всего интересного на самом деле. Вот астролябия опять, такие, которые пытались разобраться, как они все-таки работают, как понять. Вот, а дальше идет исламская медицина. Вот тут такие страшные кадры. Ужас. Измерение времени. Навигация. Что-то, правда, интересно, конечно. Здесь прям провести нужно целый день. Очень много всего интересного. Военные технологии. И это только первый этаж, на самом деле. Есть еще второй этаж на втором этаже. Здесь тоже можно походить, посмотреть. Думаю, тоже много чего интересного будет. Движение ветра. О, это кораблик. Крутится. А, вот это ветер тут. Интересно-то как, а? Все еще можно посмотреть. Вот движение, как что работает. Вот как воду льют машину для слива воды. Водная помпа. Интересно, как, а? Это что? Как пожарить парашку? Ну, этот тебе показывает, как работает этот редуктор. А вот тут показывают обычные. Как мы таким пользуемся? Как уменьшить вес? Вот, смотри. Я говорю, что под одной рукой можно было поднять много. Нажимаешь? Да. Она работает вот так вот. Да, интересный. Интересный. Это только одна часть первого этажа, кстати. На самом деле есть еще вторая часть. С другой стороны есть еще второй этаж. В общем, здесь нужно надолго зайти. И так, если основательно посмотреть. Здесь можно посмотреть монетки. Даже есть увеличительное стекло. Можно посмотреть каждую монетку в увеличенном виде. Так, это вот второй этаж. Но здесь одежда показана. Видимо, различных стран. Ковры. Текстильная промышленность. Да, вот ковры, видишь, различные. Это металлические нити. Вышивка. Ну, это понятно, что это покрывало. Тудор с кабы. С кабы. Но сам факт, что это вышивка металлическими нитами проволокой. Золотое шитье. Это называют. Красивая посуда, да? Европа. Для исламского рынка. Да, для исламского рынка. Да, здесь одежда тоже. Кольчуга. У вас на сети шилд. Кольчуга. Видишь? Да. Да. 19-20 век. Индия. Различные, да, ножи, оружие. Вот смотри, какой нож кривой, опасный нож, видишь? Смотри, какой кривой какой. Индия. Ну, это индийцы какие воинственные, 19-е годы. Прям пистолетами. Пистолет. Опять Индия, все. Сам музей довольно-таки прикольный. И, кстати, он очень большой. Идет как минимум полдня для того, чтобы все обойти. Но зато интересно. Ну, а у меня на сегодня все. Всем пока. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии.